5000 юных спортсменов сразятся за 700 комплектов золотых, серебряных и бронзовых наград. Анапа представит более 50 лучших бойцов. На ринг выйдут представители 44 федераций и организации боевых искусств по 15 видам спорта. Среди них тайский бокс, айкидо, рукопашный бой, сумо, капуэйра, самбо, кикбоксинг, тэквондо, киокушинкай. Игры этого года станут дебютными для грэпплеров и борцов на поясах. В Анапе развиваются эти виды спорта. Они стали привлекательными для наших ребятишек, поскольку у нас открыто несколько школ, где действительно эти дети занимаются. Но как нашими традиционными восточными видами единоборства, это самбо и дзюдо, но и непосредственно те виды, которые активировались непосредственно в странах Юго-Востока, и в Китае, в Японии, в Корее и так далее. То есть эти виды спорта вобрали в себя все необходимое, все лучшие приемы, которые сегодня применяются именно на ковре. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России, молодые спортсмены и их наставники, руководители федерации. Уже в первый день любители боевых искусств смогли увидеть соревнования среди представителей кикбоксинга, ситарю, тэквондо, самбо и киокушинкай. Юных спортсменов ждал сюрприз. Ребята стали первопроходцами новых норм ГТО и на государственном уровне сдают нормативы. Тот, кто справится, получит почетный диплом. Вы знаете, все ребята сдают, потому что они приехали на соревнования, они готовились. Они физически все очень здоровые и сильные, поэтому у всех все получается. Позже соревнования ждут зрелищные галлы финалы. Седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств продлятся до 21 сентября.